Для них наступило, пришло время наслаждаться триумфом. Они же победили. Предлагаем им отметить этот большой успех сегодня шампанским. Я хочу поблагодарить савтору. Спасибо за то, что вы ввергли Генеральную Ассамблею в раздор и разделение, которого можно было бы избежать. Спасибо за ваши методы ведения переговоров. Спасибо за неучет интересов всех тех делегаций, которые имели иные предложения. Спасибо, что вы не позволили всем несогласным с вами принять во внимание учет их озабоченности. Спасибо за то, что вы не дали всем государственным членам время, чтобы разобраться в ваших предложениях. Вы, похоже, даже не слышите или не желаете слышать то, что говорят вам многие делегации на протяжении этих двух дней. Открыто в этом зале. Вы уже говорили о том, что разница между нами и вами не в том, что вы за продолжение деятельности ООН в кризисных ситуациях, а мы против. Мы тоже за то, чтобы ООН работала в любых условиях. Разница в методах и в том, что вы не хотите слышать никаких разумных аргументов. Вы не желаете, чтобы решение, которое вы навязали, отражало разумные предложения других делегаций. Голосование по поправке, внесенной кубой, это еще один пример тому. Мы еще раз хотели бы выразить глубокое разочарование теми методами, которые вы выбрали, чтобы любой ценой провести это сомнительное решение. А также неуважением, которое проявили к делегациям в процессе согласования. Вам удалось провести это решение. Но вот есть ли что праздновать? Косподин председатель, сегодня на самом деле печальный день. Те, кто выдвинул и продавил это решение, даже не отдают себе отчет в том, что закладывают мину замедленного действия. Подправила процедуру Генеральной Ассамблеи с потенциальными последствиями, которые сейчас невозможно предсказать, но которые могут быть разрушительными для нашей организации в целом. Благодарю вас. Спасибо, Ронда. Спасибо. Сегодня мы опять услышали, в частности, от наших британских коллег, уже давно знакомые нам обвинения. Россия сделала это. Россия должна ответить. В чем мы согласны, это в том, что использование химического оружия, если оно имело место, недопустимо и должно быть наказано. На этом наше согласие заканчивается. Мы опять сегодня слышали не только про Алексея Навального, но и про Скрипалей. Я хочу напомнить о том, о чем многие стали забывать, а некоторые предпочитают не вспоминать. Так и остались неотвеченными масса вопросов, связанных с инцидентом со Скрипалями, на которые британская сторона предпочитает не отвечать, а эти вопросы не замечать. Ведь она уже объявила Россию виноватой. Зачем вдаваться в детали? Ведь все и так знают, что это хай релайки. Думаю, мы найдем способ освежить в памяти наших британских коллег эти вопросы и потребовать у них, дать на них ответ. Друзья, такой же сценарий мы наблюдаем и в ситуации с Алексеем Навальным. Заключение сделано. Вердикт вынесен. Теперь нам надо просто признаться. Между тем, от ответов на наши элементарные вопросы наши германские коллеги предпочитают уходить. Коллега Хойзгин убеждал, что на все вопросы в Первом Комитете были даны исчерпывающие ответы от германской стороны. Вот выступление нашего представителя в Первом Комитете с этими вопросами. На них не последовало ответа представителей Германии. Они так и остались неотвечены. По Сирии нас также убеждают, без тени сомнения, что все доказано. Теперь Дамаску надо признаться и покаяться. Проблема в том, что ничего не доказано. Слепленная ГРИ-фальсификация не есть доказательство. ГРИ – это ваша игрушка для манипуляций. Какой, к сожалению, становится и организация по запрещению химического оружия. Мы только что услышали классический пример пропаганды в исполнении нашего немецкого коллеги. Он, словно зомбируя слушателей, повторял. Никакого кризиса доверия КОСХО нет. Режим Ассада убивает своих сограждан, включая химическим оружием. И это доказанный факт. А Россия его покрывает. Это хорошая попытка гипноза, но не убедительная. Так вот, дорогой Кристоф, проблема в том, что ничего не доказано. Точнее, доказано так, что никого, кроме тех, кто в свое время столкнул Сирию в пучину гражданской войны, не убеждают. Если только у вас в Германии не какие-то иные законы физики и логики. Что вы принимаете на веру любые небылицы и сказки, достойные пера братьев Грин. Эксперты приводят вам десятки конкретных и очевидных нестыковок в расследованиях КОСХО. Но вы на это не обращаете внимания. Участники этих расследований указывают на вопиющие случаи подтасовки и нарушения. Вас это все не волнует. При таком подходе, когда вы предпочитаете не видеть слона в комнате, мы не только не докопаемся до правды, но и окончательно, как я уже предупреждал, дискредитируем Организацию по запрещению химического оружия. Благодарю вас. Спасибо, Ронда. Во-первых, я хочу сказать Кристофу о том, что я видел фотографии Цезаря. У меня была возможность посмотреть это в музее Холокоста в Вашингтоне в 2018 году, куда нас специально водила тогда постоянные представители Соединенных Штатов и Нитихейли. Все это я видел. Доклад Цезаря мы можем отсудить. Думаю, что не в этот раз, потому что он все-таки не имеет прямого отношения к химическому досье. А вот в отношении того, что вы сказали по поводу химического досье, а также роли Германии в том эпизоде, который произошел с Алексеем Наварьим, мне кажется, Кристоф, вы себя просто разоблачили, потому что вы подчеркнули, что в тех материалах, которые вы нам передали, вы специально выморали химическую формулу вещества, которое могло быть причиной отравления по вашему утверждению. Это как раз то, что мы у вас и просили. Это абсолютно необходимый элемент для того, чтобы провести расследование у нас и сравнить те данные, которые получили вы и которые собираемся получить мы. Действительно, мы запросили организацию по запрещению химического оружия о сотрудничестве в этом вопросе. И сейчас идут переговоры о формате такого сотрудничества. Вы убеждаете нас, что мы обвиняем других. Мне кажется, что это вы обвиняете других. Вы большую часть своего выступления, но не только вы, посвятили обвинению России. Сирия потонула в этом потоке. Я обращаю внимание еще раз на выступление нашего представителя в Первом комитете, где задана масса вопросов, очевидных вопросов, по той ситуации, на которую вы ссылаетесь, на которую не были даны ответы. И, честно говоря, мы уже и не надеемся их получить. Вы утверждаете, что формула химического вещества, которым якобы отравили Алексея Навального, была скрыта вам из соображений необходимости предотвратить знания об этом, как о веществе, которое является отравляющим химическим веществом. Я хочу вам напомнить, что в том же докладе ОЗХО, который вышел на эту тему, указывается, что то вещество, которое по утверждению ваших лабораторий могло быть причиной его отравления, не значится в списке химических отравляющих веществ согласно списку КЗХО. И мы хотим знать ответ на элементарный вопрос. Что же все-таки это было за вещество, которое было обнаружено в лаборатории Бундесвера? Благодарю вас. Продолжение следует...